Пенсионные накопления С другой стороны, частные финансовые институты могут предложить более индивидуализированный подход, подобрать пенсионную схему непосредственно под потребности каждого своего клиента. Ведь существует огромный спектр продуктов. Это и пенсионное обеспечение в пользу третьего лица, и пенсионные программы для всей семьи, которые, конечно же, в рамках государства формировать просто будет неком. Потому что задача государства обеспечить некий базовый уровень социальной защиты населения. Если вы хотите больше, индивидуальный подход это, как обычно, частные финансовые институты. На мой взгляд, постепенно эта система перейдет именно на частное русло. Об этом свидетельствует и опыт Казахстана, и международный опыт. Поскольку сама система управления частным рынком, не государственным обеспечением, она постепенно настраивается и предъявляет все более и более жесткие требования к частным финансовым институтам. В результате чего, я думаю, что стабильность, она достигнет достаточно серьезного уровня со стабильностью и безопасностью их работы для их клиентов. Да, и бизнес, который выходит на этот рынок, он на самом деле не заинтересован терять свое лицо при каких-то нарушениях и нарушении своих договорных обязательств перед физическими лицами. В перспективе, я думаю, какой-то аналог гарантий вкладов в коммерческих банках должен будет появиться и на рынке пенсионного обеспечения, частного пенсионного обеспечения. На первых порах, конечно, большинство населения будет доверять государственным институтам. Постепенно люди привыкнут к тому, что есть и частный сектор, и начнут пользоваться его услугами. Про необходимость налогового вычета за счет пенсионных взносов, что в государственную, что в негосударственную систему, мы говорили давно. Такая практика существует, например, в тех же Соединенных Штатах Америки. И она дает возможность гражданам, которые достаточно, скажем так, успешно работают в течение всей своей трудовой жизни, сформировать накопление, намного превышающее средний уровень, скажем так, по всей системе. То есть, размеры пенсии часто у таких граждан превышают тот средний уровень пенсии, о котором мы слышим. Вот есть такой термин коэффициент замещения, фактически это отношение пенсии к заработку. И говорят о том, что вот у нас он там сейчас 30, есть требования МОТа, между организацией труда, значит, там порядка 42%, приводит пример Германию, там 78%. Успешно работающий немец, который всю жизнь откладывал достаточно максимально возможную часть заработка на будущую пенсию, получает пенсию гораздо больше того заработка, который он получал в течение своей работы. Но в большинстве стран вот этот налоговый льгот, этот вычет, он лимитируется свыше, то есть он дает возможность отложить на пенсию не более чем, например, не более чем 10% своего годового дохода, не более чем, там, 10 тысяч рублей в год. Если хочешь больше, то сделай это уже с уплатой подоходного налога. И это ограничение позволяет, во-первых, сформировать уровень дохода, ограничение позволяет, во-первых, перекрыть возможность ухода от налогов и лимитирование сверхвысоких доходов. Хотя, честно говоря, я лично не очень это понимаю, но если государство не хочет, чтобы они были сверхвысокие пенсии, тогда это ограничение будет достаточно логичным. При внедрении системы ЕИТ, то есть налогообложения пенсионных накоплений на выходе пенсий, тогда, конечно, такое ограничение будет нелогичным, если ты получаешь очень большую пенсию накопительную, дополнительную, то плати с нее подоходный налог, маленькую получаешь, тоже плати. Здесь, как бы, будет не очень логично, но, опять же, это речь идет об очередном изменении налогового кодекса, которое пока не произошло. Каждый НПФ, как и банк, и страховая компания, используют свои линейки продуктов, они периодически меняются. Но, если сказать коротко, то, во-первых, при даже сохранении пожизненного периода выплат существует достаточно много вариантов определения размера пенсии и его изменения в течение этого периода. Во-первых, существуют схемы как наследуемой, так и без наследования. Существуют схемы, в которых определенный процент вот этой пенсии после смерти участника пенсионного фонда выплачивается пережившему супругу. Существуют схемы, когда часть накопления сохраняется в пользу наследников либо детей участников фонда. Существуют схемы подобия ренты, когда накопление вообще не изменяется для больших объемов. У них в государственном пенсионном фонде практикуются также схемы с различным сроком выплат. Но, я думаю, как раз они применяться в части обязательных пенсионных накоплений не будут, потому что в этом случае существует опасность того, что застрахованное лицо, выбрав короткий срок выплаты и при этом, вы понимаете, увеличивается размер пенсии, после окончания этого срока выплаты останется без средств существования. На мой взгляд, это, конечно, недопустимо. Существуют схемы с различными требованиями по индексации пенсии. Есть схемы, в которых она изменяется в зависимости от реальных инвестиций фактически ежегодно, либо чаще. Значит, спектр, на самом деле, достаточно большой. Конечно, этот спектр продуктов, которые сейчас предлагает НПФ на рынке, он в перспективе нуждается в какой-то стандартизации. Но, в любом случае, даже после наведения порядка в этой области, я думаю, что это будут десятки различных форм распоряжения вот этими накоплениями. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok